Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать. Меня зовут Рик Реннер. Очень рад, что вы с нами сегодня. Я уверен, что вы узнаете много нового из Слова Божьего. Мы изучаем первую главу книги Откровения, и этим выпуском завершаем серию программ о видении, которые получил апостол Иоанн, находясь на острове Патмос. Я сказал «на острове Патмос», но в Откровении 1.9 в некоторых переводах Библии используется предлог «в», поскольку Иоанн жил в пещере на Патмосе. Своё пристанище он делился своим помощником по имени Прохор, о котором нет информации в книге Откровения. Но раннехристианские летописцы единогласно упоминают о том, что Иоанн в ссылке на острове Патмос сопровождал ассистент по имени Прохор. Кстати, я просмотрел наши предыдущие выпуски данной серии и увидел, что они получились весьма информативными. Новый Завет оживает перед нашими глазами. Поэтому я приглашаю вас посетить наш веб-сайт и просмотреть видеоархив. Если вы ещё не видели прошлые передачи о первой главе книги Откровения, они насыщены наставлениями и учением. Я искренне убеждён, что они помогут изменить вашу жизнь. Итак, Иоанн Богослов находился на острове, называемом Патмос. Он был в своей пещере, когда услышал за своей спиной громкий голос. Апостол оглянулся, чтобы увидеть говорившего. Это был Иисус. И Иисус пришёл к нему. С этого момента мы и продолжим сегодня. Откровение 1.12. Мы уже разбирали этот стих, но всё же давайте сделаем его краткий обзор. Здесь сказано «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною». Выражение «Я обратился», как мы уже рассматривали, означает, что Иисус физически пришёл к Иоанну, а тот физически повернулся к нему. В греческом тексте используется слово «эпистрефо», что означает «сделать поворот в пространстве». Для Иоанна этот визит был неожиданностью. В 10 стихе сказано, что для него он стал геномай, захватил его врасплох. Если бы Иоанн ожидал что-то подобное, то он стоял бы лицом к Иисусу. Но он услышал голос за своей спиной. Это был настолько знакомый голос, что, как сказано в 12 стихе, Иоанн обернулся, чтобы увидеть голос. Он узнал его. Он слышал его много раз в свои молодые годы, когда следовал за Иисусом во время земного служения Господа. Иоанн знал этот голос и хорошо помнил его. Как он смог бы его забыть? Поэтому, услышав голос за своей спиной, Иоанн быстро обернулся, чтобы увидеть того, кто говорил с ним. Ранее мы рассматривали, что выражение «говоривший со мною» имеет значение «вел со мною беседу». Мы видим Христа, который всегда желает разговаривать со своим народом. Христос хочет вовлечь нас в диалог. Он хочет говорить с нами. И в 12 стихе мы читаем, что он общался или беседовал с Иоанном. Еще раз посмотрим этот стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, голос, который беседовал со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников». Этот отрывок мы уже разбирали подробно, и не будем касаться его сегодня. Напомню лишь, что семь золотых светильников символизировали семь церквей, семи городах Асии, семь церквей. У каждой из них были трудности или недостатки. Но, несмотря на все их проблемы, они названы «золотыми». Церковь драгоценна для Христа. И если Он так высоко ее ценит, мы должны также относиться к ней. Если у вас негативное отношение к церкви, вам необходимо пересмотреть его. Христос любит церковь, и никто не знает о церкви больше, чем Христос. Он видит все, и тем не менее, Он называет ее «золотой». Итак, семь золотых светильников символизирует церкви. Светильник по-гречески «лукнос» — семь золотых ламп. Иоанн продолжает. «И посреди семи светильников». Слово «посреди», как мы с вами знаем, по-гречески «месос», и означает «находиться в центре» или «быть в самом центре чего-либо». Это очень важная часть стиха. Христос не за пределами церкви. Он не сторонится церкви из-за ее проблем, на которые Он указывает во второй и третий главах. Невзирая на недостатки и трудности церкви, Христос ассоциирует себя с ней. Он находится в самом центре церкви, в самом ее сердце. Когда Иоанн видит Иисуса, на что он в первую очередь обращает внимание? Он мог отметить столько всего, но что он прежде всего замечает? Что сразу привлекло его внимание? Что стало самой важной деталью для Иоанна, важнее всего остального? Ответ на эти вопросы мы находим в 13 стихе. «Подобного сыну человеческому». И он начинает описание того, кого он увидел. «Облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом». С этого момента мы и продолжим наше учение сегодня. Выражение «облеченный в падир», «в одеяние», достающее до ног, означает, что ноги Иисуса не были закрыты подолом. Этот вид одежды покрывал все тело, но было видно, что Иисус не был обут. Описание Иоанна в точности повторяет инструкции по облачению священника в 28 главе книги Исход. Иоанн видит Иисуса прежде всего остального в образе первосвященника. Иисус находится посреди осаждаемой проблемами церкви в роли первосвященника. Он ходатайствует за нее в молитве. Он также молится, чтобы церковь услышала Его голос, чтобы она вняла Его наставление. Он молится, чтобы церковь прошла свой путь до конца. Мы читаем, что когда Иисус обращается к церквям, каждый из них Он велит быть победителем. Христос, великий первосвященник, находится в самом центре Своей церкви и радуется тому, что она является частью Него, будучи первосвященником всех церквей, Он молится за них, возносит ходатайства за них, просит, чтобы они услышали Его голос, покаялись и стали победителями. Христос по-прежнему молится за Свою церковь. Он молится за вас. Он участвует в вашей жизни, несмотря на все ваши недостатки. Он не сторонится, не стоит подаль. Он находится посреди церкви. Далее в описании говорится, что Он был опоясан золотым поясом по персям. Для Иоанна это представляло большую важность. Что это означает? Его риза была перехвачена золотым поясом в области груди. Что символизирует этот пояс? Цари и императоры того времени носили золотые пояса. Правители более низкого ранга припоясывались в районе талии. Но чем сильнее было их влияние, чем достойнее и богаче они были, тем выше находился их золотой пояс. Для этого были веские причины. Во-первых, все видели их богатство. Во-вторых, такое положение пояса заставляло их одеяние величественно развиваться при ходьбе. Поэтому Христос, по описанию Иоанна, выглядел очень величественно. Однако даже очень богатые цари тех времен не всегда носили пояса из золота. Тем не менее, в этом стихе говорится, что у Христа был такой пояс, для которого используется греческое слово, обозначающее очень широкий пояс, и который был сделан из чистого золота. Очень немногие цари могли позволить себе такой аксессуар. Большинство правителей носили матерчатые пояса, расшитые золотыми нитями. Христос же настолько могуществен, настолько величествен, у Него все ресурсы, все богатства. У Него не просто золотые нити, но широкий золотой пояс в области груди. Почему для Иоанна это было так важно? Потому что он был отправлен в ссылку злобным императором Домицианом, который был правителем Рима. В его руках сосредоточилась вся власть над Римской империей. Но теперь Иоанн видит Христа. Во-первых, Христос предстает пред ним как первосвященник, ходатайствующий за церковь. Во-вторых, Иисус — царь царей и Господь господствующих. Он — император всех императоров. На Нем золотой пояс, демонстрирующий Его власть, величие и несметное богатство. Никто не может сравниться со Христом. И Он тот же сегодня. Христос величествен. У Него есть все, что нам нужно. Он способен восполнить каждую нашу потребность. В 14 стихе Библия дает описание Его головы и волос. Голова и его волосы белые, как белая волна. Они были белыми, как шерсть. Когда художники пытаются изобразить на холсте облик Христа, они нередко рисуют Иисуса с белыми волосами. Но это неверное толкование текста. Выражение «белый», как шерсть, также приведено в Евангелие от Матфея 17,2, где говорится о том, что Иисус сиял во славе на горе преображения. Эта же фраза используется в Евангелии от Матфея 28,3, при описании ангелов, которые явились в день воскресения Христа. Библия говорит, что они сияли, как молния. В греческом тексте употреблено то же самое словосочетание. Итак, Библия говорит, что Его голова и волосы были белыми, как волна. Как шерсть — это описание того, что Христос излучал славу Божью. Мы видим Его как великого первосвященника, великого правителя, императора над всеми императорами. Далее Иоанн говорит, «Я с трудом мог смотреть на Его лицо, потому что Его голова и волосы ослепительно сияли от славы, которую я никогда не видел раньше». Господь предстал пред Иоанном во всей Своей славе. Далее Иоанн пишет, «И очи Его, как пламень огненная». Очень часто художники изображают огонь в глазах Иисуса. Но разве об этом говорится здесь? Нет. Здесь сказано, «Очи Его, как пламень огненный». В описании не говорится, что Его глаза были огонь. Его глаза были как пламя огня. Представьте на секунду, как выглядит пламя. Греческое слово «флос» означает «язык пламени». Пламя может мерцать, колебаться, совершать различные движения, изгибаться. Вам доводилось когда-нибудь довольно долго смотреть на огонь? Порой кажется, что он наделен интеллектом. Языки пламени обладают какой-то притягательной силой. Они завораживают. Когда вглядываешься в огонь, ты буквально теряешься в нем. Его подвижные, извивающиеся, почти живые языки производят впечатление разумного существа. Говоря, что глаза Иисуса были как пламень огненный, Иоанн имел в виду, что, заглянув в глаза Господа, он увидел великий интеллект и невероятную притягательную силу. Иоанн застыл на месте, завороженной глазами Иисуса. Он сравнивает взгляд Господа с огнем. В них светился такой интеллект. Он притягивал мое внимание с огромной силой. Я никогда не видел таких глаз, как у Иисуса. В греческом тексте сказано, «Очи Его» — это были глаза Иисуса. Ничего подобного Иоанн не видел ни в чьих других глазах. И он продолжает. «И ноги Его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи». В 13 стихе мы уже читали, что Иисус не был обут, на Его ногах не было обуви, на Нем было длинное одеяние, но Его ноги были босыми. 15 стих говорит, что Его ноги, множественное число, обе ноги, были подобны меди или бронзи, Халкаливану, раскаленной в печи. В этом отрывке есть очень странное греческое слово. Оно состоит из двух частей. Халкалас, что значит «медь» или «бронза». В Священном Писании бронза символизирует суд. Послушайте внимательно. Это очень важно. «Бронза» значит «суд». Вторая часть слова — «ливанос». Это слово означает «благовоние». «Благовоние» использовались первосвященникам в храме, во Святом Святых, и символизировали молитву. Если бы вы зашли во Святое Святых, чего вы бы никогда не смогли сделать, но если бы вы смогли, то почувствовали бы аромат фемиама, символа молитвы. Храм, все Святое Святых наполнялись ароматами благовоний. Если соединить эти два слова, получится «халкаливанос». Это странное сочетание, потому что бронзу нельзя соединить с благовониями. Эти вещества невозможно смешать. Это не сплав. Разве можно смешать благовоние и бронзу? Однако именно так эти слова употреблены в тексте. Почему слово «халкаливанос» включено в этот стих? И почему ноги Иисуса символически сравниваются с ним? Почему его ноги похожи на бронзу? Переводчики английской Библии перевели текст не полностью и просто написали «и ноги его подобны бронзе, как раскаленные в печи». У пяти церквей и семи, к которым Иисус обращается в следующих двух главах, были серьезные проблемы. Господь велел им покаяться. Иисус сказал церкви в Ефесе, во второй главе книги Откровения, «Если не покаешься, то потеряешь свою позицию. Ты потеряешь свое место. Я сдвину твой светильник». Другими словами, «Если ты не исправишь все, ты утратишь свой статус». Сам Христос вмешается и придется своим судом, чтобы удалить то, что не должно быть в церкви. Но Христос не спешит судить. Бронза — очень тяжелый металл. В моей гостиной есть бронзовый медведь, символ России, потому что я живу в России. Этот медведь стоит на нашем кофейном столике. Иногда моя жена, Денис, просит, «Пожалуйста, передвинь медведя, он загораживает телевизор». Передвинуть медведя — это всегда непростая задача, ведь он изготовлен из бронзы, он очень тяжелый. Нужно приложить некоторые усилия, чтобы сдвинуть его с места. Он ведь бронзовый. Итак, бронза — тяжелый материал. Бронзовые изделия трудно сдвинуть с места. Многие Иисуса сравниваются с бронзой. Это говорит нам о том, что хотя Он движется по направлению к церквям, чтобы осудить то, что неправильно, Он идет очень медленно. Христос никогда не спешит судить. Задумайтесь о своей жизни. Когда в ней появляется нечто неправильное, Бог всегда дает нам время покаяться. Он всегда предупреждает нас заранее, что нас ждет возмездие и дает время измениться. Здесь мы видим Христа, который собирается воздать должное церквям, которые живут в заблуждениях. Однако Он не спешит на суд. Христос приближается очень медленно, шаг за шагом, полной надежды на лучшее, давая время каждой из церквей, чтобы те, услышав Его послания, изменились, прежде чем Он придет судом. Вот для чего нужно слово «ливанос», «благовоние». Оно рисует картину суда, сдерживаемого молитвой. Христос молится за них. В 13 стихе мы видели, что Он является первосвященником. Да, Он должен покарать за непотребные дела, но Христос не хочет судить церкви. Его ноги окутаны молитвой. Он молится за церкви, чтобы они услышали Его послания, изменились до того, как Он придет к ним как судья. Прекрасный пример этого мы видим во второй главе книги Откровения. Давайте взглянем на него. Во второй главе Иисус обращается к феотирской церкви, где была некая женщина, соблазнявшая всю церковь. Это была лжепророчица по имени Иезавель. Послушайте, что говорит Библия. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Говоря «Я дал ей время», Иисус сказал, что предупредил ее, но не спешил приходить как судья. У нее было время, чтобы измениться. В первой главе книги Откровения мы видим, что, направляясь к церквям со своим судом, Христос движется очень медленно, не спеша, обращаясь к нам, сообщая, что нужно изменить. И он молится. Он окутан ароматами благовония, греческое слово «ливанос». Он надеется и верит, что мы изменимся, чтобы ему не пришлось вершить строгий суд. В описании Иисуса есть такие слова. «И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи». То есть бронза еще не застыла, процесс еще идет. Металл еще не затвердел. Христос несет суд. Но для исправления еще есть время. Металл еще не застыл. У церкви есть время покаяться, чтобы избежать суда. Как милостив наш Бог. Далее Иоанн говорит. «И голос его, как шум ввод многих». Об этом Иоанну было просто писать, потому что он жил на острове Патмос, в пещере. Он постоянно слышал шум моря. Если начинается шторм, то, вероятно, в пещере стоял грохот от бушующего моря. Волны разбивались о камне и песок. Возможно, в таком шуме было очень сложно расслышать голос человека из-за грохочущих волн. Иоанн сравнивает голос Христа с шумом ввод многих. Когда Христос говорит, невозможно услышать другие голоса. Звук его голоса наполняет все вокруг. Его голос перекрывает все остальные голоса. В 16 стихе Иоанн пишет. «Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей». В своей правой руке он держит семь звезд. Правая рука — десница. Всегда символизирует власть или силу. Это очень важный аспект. Итак, правая рука — символ власти и силы. Что он держит в правой руке? Семь звезд. Слово «держать» — «эко» — означает «крепко сжать в руке». Что означает семь звезд, которые находятся под контролем Христа в его правой руке? Чем бы они ни являлись, они наделены властью и силой, находясь в деснице Господа. Что это за звезды? У нас есть ответ, который мы находим в 20 стихе первой главы, где Библия истолковывает этот символ. Семь звезд — «Суть ангелы семи церквей». Греческое слово «ангелы» означает «посланники» или «пастыри семи церквей». В своей руке Христос держал руководителей, пасторов семи церквей. Он крепко хранил их в своей руке. Эти пасторы не принадлежали совету диаконов или совещательному собранию. Они вообще не принадлежали церкви. Вспомните о пятигранном служении, которое Христос дал церкви. Мы видим, что эти семь пасторов находятся в руке Иисуса, который наделил их властью, авторитетом и силой. Это также означает, что они подотчетны Ему. Кроме того, фраза «Он держал в деснице Своей семь звезд» есть другой символический смысл. Помните, Иоанн был сослан на Патмос Домицианом, который провозгласил себя Богом. Именно так он себя и называл «Богом». Когда умер сын Домициана, император велел изготовить монету, на одной стороне которой был профиль Домициана, на другой — изображение мертвого сына правителя. Мертвый ребенок восседал на земном шаре и играл семью звездами. Этот мертвый сын символизировал Зевса или Юпитера. Другими словами, Домициан хотел сообщить всему миру, что его мертвый сын теперь стал великим божеством. Он настолько могуществен, что может играть семью звездами Вселенной. Более того, в той монете было еще одно послание. «Если мой сын стал Юпитером, если мое дитя теперь Зевс, то кто же тогда, по-вашему, я? Я больше, чем Бог. Я Бог. Самый великий Бог». Своего сына Домициан изобразил ребенком, играющим семью звездами и обладающим властью над всей Вселенной. Иоанн видит Иисуса. Иисус показывает ему свою руку и говорит, «Смотри, Иоанн, что я держу в моей деснице? У меня семь звезд. Если ты хотел узнать, кто Господь Вселенной, можешь больше не искать. Если ты хочешь знать, кто царь царей и Господь господствующих, истинный Бог Вселенной, то это не тот сумасшедший император, восседающий на престоле в Риме, сославший тебя на этот остров. Посмотри, Иоанн, я тот, чьей руке семь звезд». Иисус заявил о своей божественной сущности. Далее Библия говорит, «И из уст его выходил острый с обеих сторон меч». Острый с обеих сторон меч, по-гречески «рамфая». Наиболее смертоносный вид мечей. Христос предстает перед нами как воин с мечом, способным истребить болезни, поразившие церкви. Из второй главы книги Откровения мы знаем, что Эфесская церковь противостояла учению николаитов, с которым также столкнулась церковь в Пергаме. Это учение было смертоносным недугом, оно несло смерть. Иисус не ненавидел самих николаитов, но Он ненавидел их учения и дела. Мы знаем, что верующие в церкви феотиры были соблазнены лжеучения. Христос любит свою церковь. Он никогда не игнорирует ее проблемы, но всегда приходит, чтобы с любовью наставить ее на истинный путь. Иногда, чтобы удалить очаг болезни, требуется хирургическое вмешательство. Подобным же образом Христос делает то, что должен делать, когда Он убирает из церкви то, что следует удалить. Об этом мы читаем в Откровении 2,16. Далее сказано, «И лице Его как солнце, сияющее в силе Своей». Слава Христа сияла так ярко, что на Его лицо невозможно было смотреть. Вспомните, как вы пытались посмотреть на солнце днем. В этом отрывке используется то же выражение, что и в «Описании солнечного света», отраженного от снега зимой, когда лучи солнца во всей Его славе отражаются от снега, который превращается в сплошной ослепительный покров. На него невозможно смотреть из-за нестерпимой яркой славы. Иоанн говорит, что именно так выглядел Иисус. Он был полон сияющей славы. Я с трудом мог глядеть на Него. Итак, в 13 стихе Иисус представлен как великий первосвященник. Он также показан как император всех императоров. В 14 стихе сказано, что Он сиял во славе, а Его глаза светились интеллектом и обладали притягательной силой. Мы также читаем в 15 стихе, что Он грядет как судья, но Он молится о том, чтобы Ему не пришлось совершить суд. Он хочет, чтобы церкви покаялись и изменились. Мы читаем, что Его голос походил на шум многих вод. В 16 стихе мы узнаем, что Он держит всю Вселенную в Своей руке, а Его лицо подобно солнцу, которое сияет со всей Своей силой. В 17 стихе и далее Иоанн говорит, «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Иоанн продолжил записывать все, что увидел. Так была создана книга Откровения. Сегодня мы завершаем наше учение о видении Иоанна Богослова, первой главе книги Откровения. Я молюсь о том, чтобы вы подчеркнули для себя много нового в Божьем Слове. Если у вас есть молитвенная нужда, сообщите нам. Воспользуйтесь информацией на вашем экране, чтобы связаться с нами. Мы люди молитвы. Мы искренне молимся за тех, кто обращается к нам. Когда мы узнаем, в чем состоит ваша молитвенная просьба, для нас будет привилегией соединиться с вами в молитве, чтобы Бог восполнил вашу нужду. Помните, о чем говорит книга Экклесиаста 8.4, где слово Царя там власть. Пусть сила Слова Божьего высвободится на вас сегодня. Увидимся в следующей программе. Библейские события оживают на страницах книги Рико Реннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета. Оцените важность послания Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. Книга «Свет во тьме», том 1, в деталях расскажет вам о пребывании апостола Иоанна на острове Пахмас, а также о его встрече со Христом. Эта книга углубит ваши знания о Личности Христа и поможет по-новому взглянуть на многие библейские истины. Скачайте ознакомительную версию бесплатно на сайте ignc.org Здравствуйте, меня зовут Джоу Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает нам распространять Божье Слово. Сегодня церковь и общество все дальше отходят от библейского учения и все больше полагаются на мотивационные источники. Многие люди читают книги по саморазвитию, обходя стороной Библию или же относятся к ней как к очередному справочному пособию. Однако мы должны строить свою жизнь на том, что говорит Библия. И мы стремимся к тому, чтобы каждый человек строил свою жизнь на Слове Божьем. На протяжении десятилетий поддержка наших партнеров помогала нам открыть много новых церквей. В нашей церкви мы делимся достоверным учением на основании Библии, как единственного источника истины. Мы должны всегда помнить об этом, если мы хотим пройти свой жизненный путь во свете. Мы развиваем интернет-церковь, чтобы наши служения могли смотреть люди в разных городах мира, распространяя Божье Слово по всему лицу земли. Мы приглашаем вас стать нашим партнером и помочь нам нести библейское пробуждение все большему числу людей в вашей стране и по всему миру. Мы здесь, чтобы исполнить наши видения, донести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. И ваша поддержка очень важна для нас. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях.